Всем привет! В этом видео вы узнаете, какому горю привела врачебная ошибка. Когда я для вас готовил это видео, мне пришлось изучить более 240 листов медицинских документов и материалов из уголовного дела, ответов из Минздрава и правоохранительных органов. После чего я принял решение не забивать вам голову этой информацией, а просто дать вам послушать, что об этом говорит сам муж Алены Гребинович, которую в течение года лечили по неправильно поставленному диагнозу, в то время, когда у нее уже был рак желудка на четвертой стадии. Алена была мамой двух маленьких детей. Я пересмотрел огромное количество фотографий и видео из семейного архива этой семьи. Нет ни одной фотографии, на которой бы не улыбалась Алена. Это был жизнерадостный и веселый человек, который, как и все, хотел жить, воспитывать детей и быть счастливой мамой и женой. Врачебная ошибка лишила ее этой возможности. Ее муж Евгений в этом видео подробно вам расскажет об этой трагедии в их семье. Евгений, добрый день. Добрый день, Алексею. Будем на «ты», мы уже давно знакомы. На «ты», я думаю, мы ровесники, да, и тем более ранее уже познакомились, достигли того уровня, чтобы обращаться друг к другу на «ты». Наверное, для начала все-таки лучше рассказать о себе, кто ты, чем занимаешься, где работаешь и так далее. На сегодняшний день, Сережа, я уже два года, как с октября месяца 2019 года, являюсь пенсионером по потере кормильца, ухаживаю за детками. После смерти супруги я остался сам с двумя детьми. И по этой причине я не смог связывать работу и уход за детьми. И посчитал, что более приоритетным и важным в моем жизни это является беспокойство за детками. И, соответственно, принял отважное решение и уволился с должности представителя депутатского корпуса администрации Ленинского сельского поселения. Привялся представителем муниципального казенного учреждения, централизованного управления финансового органа и администрации муниципального образования. Ну и, собственно, по поводу чего наш разговор, что произошло с супругой? На самом деле жили все прекрасно, великолепно, счастливо. Я вот вам отзывал фотографии, у нас фотографий без улыбок не было. Достаточно семья, будем говорить, жили по графику, по запланированным мероприятиям, все у нас получалось. Супруга с 2018 года начала жаловаться на частую жогу, боли в жгутке. А если посмотрите по геолокации, то наш дом расположен, это тупиковая улица, в упор к поликлинике и больнице. То есть, образно говоря, 100 метров от моего дома находятся поликлиники и больницы. Где вы живете, чтобы понимали люди? Поселок Ленин, Ленинский район и Республика Крым. Соответственно, так как оба, будем говорить, ведем здравый образ жизни, есть возможность, позволяет время. Супруга на то время находилась в декретном отпуске, и 1 августа она должна была выйти с декретного отпуска. Не успела, так как в 31-го она пошла на небеса. И, соответственно, Аленочка начала обращаться в больницу, в поликлинику, с тем, чтобы разрешить вопросы своей частой жоги и боли желудка. Начали предписывать определенные лекарства. Человек, понятно, их принимает. Результатов это не несло. И походы в больницу стали ежемесячными. То есть предписания и направления дают после проведения определенных диагнозов. Покупаются лекарства, и эти лекарства, как я так понял, выписывались для периодики в один месяц. Ежемесячно она обращалась. Некоторые месяцы она обращалась по два раза. Так как то лечение, которое проводилось, оно не приносило соответствующего результата. То есть улучшения не было. И очередной раз нами было принято решение сделать анализ экзаванной ФГДС и направить гистологическую пробу, взятую на кусочек желудка, через платную лабораторию гематез, которая находится от нас тоже в 100 метров, и для направления этого анализа в город Москву, и получения оттуда соответствующего, корректного результата. И 25 мая пришел результат, что согласно этого анализа было указано, что у девочки рак четвертой степени желудка. Понятно, что волосы на голове заколосились, в тревоге начали сразу обращаться в поликлинику с тем вопросом, что дайте, пожалуйста, направление на операционное лечение, так как это очень серьезно. Будем говорить, что год мы уже лечимся без результата, и тут вот по истечению, если правильно говорить, да, года, по истечению года мы узнаем о том, что у нас четвертая стадия рака желудка, и необходимо принять более радикальные методы, ну, в том числе как операционное лечение. Мы с Аленочкой говорили о том, что даже возможно, просто замена желудка, и мы связались из больницы, поехали туда за благо времени до того, как проводить операцию, встретились с соответствующими врачами, которые нам объяснили, что есть несколько стадий, этапов возможности лечения такого заболевания, и именно это химиотерапия и резекция желудка. Резекция желудка – это либо удаление части желудка, либо удаление полностью желудка и остановка нового желудочка искусственного. Возвращаемся назад. Здесь мы в срочном порядке, ну, как сказать, в срочном порядке. Ежедневно приходим в больницу для того, чтобы сдать соответствующие анализы, получить направление. Получаем направление. Едем в Симферополь. Тут тоже можно сделать такую, вставить ремарочку. Мы приехали в Симферополь, нам говорят, нету трех анализов еще. Девочка уже, начиная с 1 июня, венозно принимает только глюкозу и морскую воду, будем говорить так. Она уже не может кушать с 1 июня. Нам говорят, у вас нету еще трех анализов, мы снова на такси возвращаемся назад, находим людей, даже тех, которые находились в отпуске, делаем эти анализы, возвращаемся снова назад. Нам говорят, у вас нету еще нескольких анализов. Некоторые из них мы делаем платно в Симферополе, некоторые из них уже назначили нам хирурга, который будет проводить операцию с глубоким уважением и впечатлением к этому человеку, Черепко Олегу Николаевичу, который, соответственно, с нами встретился. Я пояснил, что исходя из тех анализов, которые есть, это естественная операция, о которых они делают, ну, это и очень профиль, который они делают ежедневно. Назначают нам операцию, проходят операции, ну, нам выделили с Аленочкой Байлату, и я вместе с ней в водной палате спал. Зачастую основные вопросы, которые задавались, это нам там сколько и как употребляете алкоголь, употребляете либо наркотики, где и как живете, имеете ли вы достаток, вот, ваш образ жизни. Ну, понятно, что все эти вопросы склоняли только к тому, чтобы определиться, является ли человеком асоциальным, либо нет. Назначается день операции, после операции, я ждал на пороге операционной врача, врач вышел уже, будучи в слезах, мы с ним, он завел меня в кабинет, мы с ним провели около двух часов, оба без остановки рыдали, но он не мог поверить тому, что он увидел девочки внутри, потому что, говорит, я когда разрезал, я был просто в шоке от того, что там метастазы находятся уже абсолютно почти во всех внутренних органах, то есть не говоря там уже о желудке, за гранями желудка, на печени, на селезенке, на кишечной полости, на матке, на яичнике, ну и тому подобное, безумное количество. В результате он прямым текстом говорит, что единственное, что вам может помочь, вам может помочь только церковь. Ну, церковь находилась на самой территории Республиканского ауэкологического центра, понятно, что после диалога пошел туда, но слово уже не в этом смысл. И во время диалога он говорит такое, смотри, Женя, вы что, раньше не обращались? А может, вы далеко живете от больницы? Может, у вас тяжело с финансами, вы не могли приобретать лекарства? И он говорит, да нет, мы живем в упор к больнице, то есть три с половиной минуты до больницы пешком. Все средствами мы живем в достатке, то есть вообще с этими проблемами финансовых никаких нету. Все предписания, которые есть, врачами выполнялись на 110%, как минимум только по той причине, что, ну, Аленочка была такая, очень внимательно смотрела за здоровьем, мы там питались только зеленой пищей, ели только красное мясо. Вот, человек беспокоился здоровьем, тем более дома двое маленьких деток, великолепно, то есть, образно говоря, себе вели в этом плане питание. И она выполняла медицинские рекомендации по употреблению необходимых лекарств. И он говорит, а я могу увидеть вашу медицинскую книгу? Я говорю, да, она у меня лежит в рюкзаке, я выхожу из кабинета, беру медицинскую книгу, переношу этот документ, этот толстенный документ, он его перелистывает, делает вот такой знак, говорит, вот так вот это можно было видеть у девочки еще полгода назад. Я в плане. У него есть изображение, а кто ты вообще по образованию, где ты работаешь? Я говорю, я работаю представителем организации, сам по образованию юридических свою сознательную жизнь, я веду юридическую деятельность. Были малоперерывы, там по полгода, по одному году, когда я уезжал на другие работы. Говорит, Жень, ну я тебе открытым текстом говорю, что на самом деле девочку потеряли полгода назад. У нее уже были видимые факторы и признаки того, что у нее тяжелая форма желудочного заболевания. Однако где-то какой-то врач, говорит, это упустил. Это когда она первый раз обратилась в больницу с изжогой, когда это было или когда это было? Да, я сейчас вам, сейчас вы поймете причину следственной связи и логическое заключение этому всему. Я тогда в медицинской документации не сильно разбираюсь, она говорит, где-то необходимо это выяснить. Женя, если хочешь, конечно, правосудие, я тебе рекомендую заняться этим вопросом, потому что у девочки осталось 2-3 месяца максимум, если все будет благополучно. Дай Бог, говорит, если она выкинет эти 2-3 месяца, мы, возможно, с вами запланируем химиотерапию. Понятно, что мы запланировали эту химиотерапию, я с ним еще связывался каждую неделю, поступили соответствующие лекарства, ну, девочка и месяц прожила. И когда мы приехали, ну, не приехали домой, мы там еще находились определенное время, я, Аленочке, мы не говорили правду, видно, она где-то на какой-то стадии почувствовала, что мы чего-то не договариваем, она просила, чтобы я позвал доктора Олега Николаевича. Олег Николаевич уже ей говорили, что так и так, Аленочка, по результатам операции мы тебе ничего не меняли, мы просто перетянули тебе желудочную вену для того, чтобы хотя бы хоть как-то избавить тебе боли большого притока крови, вкололи определенную порцию специального медикамента в поджелудочную железу для того, чтобы снова снизить болевые синтетромы. Мы ничего не смогли сделать, потому что у тебя уже очень большие пороки, метастазы находятся во всей брюшной полости. И вопрос стоит уже не в самом желудке, а во всей брюшной клетке. В определенное время там еще встал вопрос о получении необходимых обезболивающих, эти обезболивающие, как и я уже в дальнейшем узнал, единственными, которые у нас дают, это амнопон и морфин. Морфий и амнопон – это микс так званых, просто тоже сильных аналитерирующих средств, которые я и сам и дома, на домашних домах сам прокавывал по 4-5 раз, потому что, ну, понятно, безумно сильный болевой синдром, тем более в основном это приходило ночью. И она в то время позвонила брату, он приехал с супругой, и детки были с ним, а я находился рядом с Аленочкой. Временами, понятно, что отлучался, потому что был август месяц, с детьми необходимо было быть. Давидик был еще совсем маленький, и понятно, что для него ни мамы, ни папы рядом тяжело. Да и мне тяжело. Аленочка не сильно хотела, чтобы дети были рядом, потому что мы приехали до сих пор еще со шлангами, то есть она ходила с трубками желудка, которые торчали из баночки, в которую это все оттекало. Вот она не могла ни обнять детей, ни взять на руки, ей это было очень тяжело психологически. И числа где-то 14-15, к Аленочке приходит такая, ну, то, что мысль абсолютно понимабельная, взрослая, умозаключение того, что ей осталось сильно долго. Как я казалась, в дальнейшем она была права. Мы ожидали нескольких месяцев, она бы тянула до 31 июля. Вот, и я уже, понятно, что во мне обыревали эмоции, во мне вулкан помыслов был, а как так живем в упор в больнице, принимаем все необходимые лекарства, ежемесячно посещаем больницу, оказывается, был неверно выставлен диагноз. И я с этими фотографиями медицинской документации начинаю обращаться по своей профессиональной отдельности к людям, которые хотя бы хоть как-то мыслят в этом, встречались с аналогическими вопросами. И мне говорят, Женя, ну, здесь в открытый просто упущен момент. Этот момент был как минимум прошлый год осень. Я очередной раз, при очередном диалоге с Аленочкой, говорю, Ален, так и так, я не могу оставить это, будем говорить, на своем пути, на своем месте, по той причине, что эти же самые доктора, имена которых я на тот момент не знал, не подозревал кто, они проводят такое же самое диагностирование, и я прекрасно понимаю, что не только ты можешь уйти на тот свет, но и ряд других людей будут пополнять кладбище, и никто их не остановит. И может, к счастью, что это случилось в моем случае, потому что я юрист, я был, образно говоря, готов к определенным стяжательствам такой процедуры, бумажной процедуры, берег практической. Очень соболезнительно, что это именно случилось в нашей здравой, адекватной социальной семье. И Алена, конечно, Жень, ну как так, если я, молодая мама, с двумя детками ухожу, сейчас вот так вот болезненно, так страшно на тот свет, и представить себе, что еще другие севьи так само будут уходить, оставлять деток, мужей, родителей, это, ну, непозволительно просто, что можешь, Жень, пожалуйста, давай, наверное, делай, я тебе разрешаю. И я подготовил несколько писем, заявлений, обращений в соответствующей инстанции, это была страховая компания, арсенал, который у нас здесь, вот на территории нашего муниципального образования, в следственный комитет, в прокуратуру и в правоохранительные органы в целях проведения соответствующих проверок, установления реальных причин возникновения такой сложности заболевания и в случае наличия виновных привлечения их к соответствующей той или иной ответственности. 18 числа это было, 18 числа я, Аленочка это показала, она прочитала, подписала первые письма, 19-го там уже случается у нее тяжелый рецидив, она падает в обморок с кровотечением изо рта в больницу мы едем, скорую помощь, находимся в больнице неделю, с больницы там доктор уже говорит, что девочке осталось буквально считанные дни, Аленочка категорически не хочет домой, потому что рядом мама, она, которая очень сильно любила, единственное, осталась живой, родной брат ушел 12 лет назад, отец умер за 4 месяца до нее, в апреле месяце, и говорит, я не могу позволить себе, чтобы мама видела, как я умираю, чтобы дети эти видели, она вообще не хотела, чтобы кто-либо рядом находился, ну понятно, такое состояние, те медикаменты, которые в нее вливались, а это было исключительно морфи, потому что кушать она уже ничего не могла, образно говоря, она уже 2 месяца ничего не кушала, ей только глюкозу пытались там прокапывать, вот, нам предложили палеоактивный центр, где человек может уйти, это, конечно, был у меня шок, когда нам дали машину, в которой перевозили бензин и керосин, когда Алену туда занесли в носилках, это просто ржавая корыта, потребует такой синоним, абсолютно, я считаю, обоснованно, где безумно воняло бензином, поехали мы в так званый новозделанный палеоактивный центр в поселке Багерво, около 40 километров от нас, начали подъезжать туда, я уже не мог успокоиться, рыдал, потому что это маленькая Припять, это был свежий Чернобыль, то есть нас завели в палату, в которую никто никогда еще не лежал, это центр, на который там потрачено определенное количество немалых средств, вместо окна марля с паутиной, на которой мертвые сороконожки и скалопендры, пластмассовый матрас, я не выдержал этого, я начал обзванивать докторов, больницу, начальников, что это же не палеоактивный центр, это мрак какой-то, я до вечера побыл с ней, вечером я уезжаю, утром я возвращаюсь, мне пообещали, что нас примут в онкологическом центре полиэтиленном отделении города Керчи, мы заказываем новую скорую помощь, благо нам ее дают уже нормальную, мы едем в город Керчь, оставляем ее в Керчи, я благодарен коллективу, встретили очень хорошо, но я понял, что там люди просто только таких и встречают, и этой ночи Аленочке не стало. Женя, мы можем назвать фамилии уже врачей, которые поставили этот неправильный диагноз, или которые... Да, теперь я могу это сказать абсолютно обоснованно, согласно заключению Министерства здравоохранения 12 декабря 2019 года номер 82, неверный гистологический анализ на то время поставил патологонатом стрелец АБ, который неверно интерпретировал гистологическую картину, это я на память говорю, не хочу сейчас открывать документы, неверно интерпретировал гистологическую картину, и вместо адокарциномы четвертой стадии он указал поверхностный гастрит, ну то есть, что было простым языком понятно, указал легкий гастрит тогда, когда имелся рак четвертой степени, и лечащий врач это Комарова, Ева, почему именно эти два человека, потому что уже изучил огромнейшее количество медицинской документации, номенклатур, судебной практики, остановлении пленума Верховного Суда, я абсолютно здраво понимаю о том, что в случае, если человеку предписывают определенную методику лечения, и эта методика лечения не приводит к благоприятным, желаемым, запланированным результатам, то эта методика меняется. В случае, если невозможно провести какие-либо медицинские осмотры и заключения на месте обращения, то человеку рекомендуется, либо дается соответствующее направление в тот центр, где это можно сделать. И, соответственно, теперь поуказывает причину, причинно-следственную логическую связь, что девочка обращалась с одним и тем же диагнозом с 18-го года, и в 19-м году девочки не стало. То есть, образно говоря, каждый ее поход в больницу, который был каждый месяц, это была неверная установка диагноза. Лечащий, врач был один и тот же. Как минимум он должен был прибегнуть либо к иноле методики, либо направлению в соответствующие центры, где это могло быть сделано, либо порекомендовать человеку обратиться к другому доктору. Ни того, ни иного, ни третьего не было сделано. Что же решается непосредственно патологонатома стрельца, который неверно сделал интерпретацию гистологической картины? Я добился того, что этого человека вызвали в качестве специалиста на судебное заседание. 18-го были первые обращения. Эти обращения не понесли никакого результата по той причине, что я их получил уже ответы в августе месяце. В августе месяце мне направила ответы наша же больница, которая прекрасно знала о том, что Аленочки нет. То есть она дала ответы на имя Гребиновича Алены Владимировны, то его человека, который уже умер. И они прекрасно об этом знали. Это абсолютно абсурд. У меня это мурашки по спиням. Ну и соответственно я понимаю, что и в этих ответах звучало следующее, что вам, Евгения, в некоторых из ответов звучало, что вам, Евгений Анатольевич, не представляется возможным предоставить какой-либо информации по той причине, что вы никем являетесь Гребиновича Алене Владимировне. Так как я изучил его медицинскую документацию, мы не увидели отображение вашей подписи на определенной странице медицинской книги, где дается согласие вам именно получать официальную и медицинскую информацию относительно лечащихся грибной члены Владимира. Ну абсолютно абсурд, как я уже узнал в дальнейшем, в следующем году, что есть определенное разъяснение Следственного комитета и Верховного суда о том, что близкие родственники, а также мужья и супруги являются теми лицами, которые вправе получать соответствующую не только информацию, но и копии документации. Ну я предполагаю, что они рассчитывали на то, что я не владею таким объемом информации, что мне неизвестно такие сведения о наличии таких норм законов, которые бы разрешали мне получать соответствующую документацию, давали мне абсолютно стандартный ответ, что вы являетесь никем умершей, соответственно, не представляется возможно вам предоставить документацию. Я как юрист прекрасно понимал, что единственный вариант ознакомиться с такой документацией, получить такие сведения, это обратиться в судебные органы и в порядке судебного процесса, когда будут проводиться проверки, я в порядке ознакомления с документацией мог бы получить уже копии таких документов. Ну пока велась и привычная переписка с следственным комитетом, прокуратурой, правоохранительными органами и больницей, я подготовил исковое заявление в сентябре месяце я уже подал иск в Ленинский районный суд о компенсации морального материального ущерба по потере кормильца моей супруги. И, соответственно, я уже на то время начал подготавливать заявления. Мне это было очень болезненно. Вообще каждое письмо садиться делать, я не могу передать, потому что я год после смерти супруги жил исключительно на валерьянке с валидолом, в связи с чем скорее всего и заработал определенное заболевание. Короче, мне тяжело было садиться и что-либо делать, что-либо писать. Хотя я этому все свое свободное время уделял. Я же еще на то время ходил на работу. Женя, вообще с этим врачом, который поставил неправильный диагноз, получалось как-то один на один с глазу на глаз поговорить, задать ему вопрос? Знаете, что я прекрасно понимаю, что если я пойду на такой отчаянодушный поступок, то этот акт моего поведения могут расценить как попытку личного отцовского правосудия. Я говорил даже на суде, что если я не добьюсь установленного закона правосудия, то у меня не останется другого шанса, как взять отцовские мужские руки. Но тем не менее, я этого не делал только по той причине, чтобы добиться скверовосновения в свои руки, что врачи не виноваты, а то пошел там разбираться, что-либо говорить, потому что я понимал, что я в состоянии эмоций, мог и лишнего чего-то сказать и может быть даже неадекватно повести себя в этой ситуации. Ну и продолжим. Я на то время и работал, мне надо было прийти в пять с работы, приготовить детей, детям там кушать, убраться, потому что безумно обожаю дома чистоту. И в сентябре я понял, что я не смогу соединять работу и семью, принял решение покинуть работу, остаться с семьей. На то время я уже знал, что я могу пойти на пенсию, так как у нас там мы оба на момент смерти Аленочки были трудоустроены. И я в октябре месяце вышел на пенсию. Уже остался с детками, у меня была возможность ознакомиться с соответствующей документации, писать соответствующее обращение. И я начал обращаться в Министерство здравоохранения, территориальный, федеральный орган по контролю за данными организациями и учреждениями в страховую медицинскую компанию, в прокуратуру, в следственный комитет, в правоохранительные органы, непосредственно в саму больницу, в Министерство здравоохранения. 99% в ответ несут тот же самый характер, о котором я сказал ранее, это именно, что все необходимые меры будут приняты, однако не представляется возможно вам предоставить документацию, потому что вы, Грибинович Евгений Анатольевич, являетесь никем, Грибинович Алене Владимировне. Это вообще я в шоке от этого. Да, да, это очень тяжело. Понятно, что когда появилась первичная судебная документация, я каждый месяц уже ходил в суд, ходил в полицию, писал соответствующее заявление, прошу предоставить мне разумный срок, место и время, указать, чтобы я мог ознакомиться с документацией. Ну и когда я начал ознакомиться с документацией, допустим, в вторых документных органах, изучая пояснения, которые отбирались у медицинских сотрудников, я прекрасно понимаю, что это берется, это знаете как, это как дружеский разговор, где участковый прекрасно понимает, что вина опрашивала и есть, но необходимо задать такие вопросы, которые бы не поставили под сомнение профессиональную деятельность медицинского сотрудника. Именно таким образом брались пояснения. То есть там не задавалось элементарно такого вопроса, а можно было ли установить верные диагнозы таким методом, а была ли возможность там спасти Аленочку, применив соответствующую верную диагностологию. Таких вопросов элементарно даже ни в одном пояснении не ставилось. То есть, а я как человек, который ранее работал в правоохранительных органах и очень хорошо, скажу вам, работал, был высоким уровнем раскрываемости преступления, не в этом разговор. Я понимал, что этот участковый ничего не сделает. Я прекрасно понимал, что никакой экспертизы там не будет, а если она будет, то она будет абсолютно испорчена. И я в апрель, март, май, месяц прошлого года пишу в страховую компанию, пишу в территориальный федеральный орган по контролю, пишу в Министерство здравоохранения, обращаюсь с электронными обращениями и заявляю непосредственно в эту судебно-медицинскую лабораторию города Санкферополя, что, уважаемые, имеется прямой конфликт интересов, потому что вы проводите проверку в отношении лица, который является вашим непосредственным сотрудником. Ну и как результат приходит ответ о том, что невозможно провести экспертизу по тем причинам, что не был получен какой-то документ, какой-то анализ 2017 года. хотя предметом экспертизы была проверка документации и лабораторных исследований 2018-2019 года. То есть то, на что они сослались, не являлось даже предметом экспертизы. Я прекрасно понимаю, мне не надо даже объяснять о том, что на то время я уже общался с определенными людьми, работающими в Симферополе, приближенными к судебе медицинской лаборатории, о том, что такой ответ дан как раз по той причине, что результатом его может быть установление прямой вины непосредственно гражданина стрелец АБ, который был на тот момент уже судмедэкспертом. Почему он стал судмедэкспертом? Это для того, чтобы избежать трудовой ответственности там, где он работал, будучи патологонатом. Он заменил на сегодняшний то же самое помещение, просто изменена табличка. Продавцы те же самые фартушки заменили. То есть для меня уже стало понятно, что я не добьюсь успеха даже этим путем. На стадии судебных заседаний я ставлю вопрос перед судом, что необходимо назначить судебную экспертизу, излагаю причину, почему так. По стечению двух месяцев судебных разбирательств суд выносит 30 июня постановление о назначении независимой судебно-медицинской экспертизы в городе Севастополе. Вот 30 июня было постановление, в конце апреля только пришли результаты. То есть 10 месяцев делалась экспертиза. Я тоже понимаю, почему. Не буду сейчас даже об этом оговорить, я думаю, разумным людям будет понятно. И экспертиза пришла. Экспертиза, я вам скажу, для меня она расставила точки на воды, несмотря на то, что там есть очень сомнительные тезы, и я по поводу этих тез лично укорил бы лицо, которое его подписывало и подготавливало, по той причине, что последним абзацом звучит следующее, что средневековедицинская экспертиза переходит к выводам о наличии прямой причины следственной связи между неверным диагностированием, неверно принятой методикой лечения, как результат утяжеления онкологического заболевания как следствие летальной смерти. Все остальное это личностное заключение судно-экспертов, которое я не хочу сейчас даже оговаривать, ни к чему, потому что это втлит наш разговор совершенно в другую сторону. То есть, я к чему веду, на сегодняшний день есть два документа абсолютно законных, неоспоренных и неотмененных. Это заключение Министерства второго хранения номер 82 12 декабря 2019 года и заключение судебно-медицинской экспертизы, где установлена прямая причина даже конкретное лицо, которое допустило такую ошибку. Но снова же говорю, там говорится об одном субъекте, а именно стрельце АБ, который неверно интерпретировал гистологическую картину, а именно пробу желудка, указал поверхностный гастрит вместо рака желудка. Но я и склоняю к лечащему врачу, к которому Аленочка ходила больше 12 раз. Я думаю, этих периодов и этих похождений было достаточно для того, чтобы как минимум если понять того, что не получается вернуться на диагноз, может порекомендовать человеку пойти к другую лабораторию, к другому доктору, сделать другую экспертизу. Нет, этого не было предложено. И уже изучил, я снова же повторюсь, изучил определенную медицинскую документацию, я прекрасно понимаю, что у лечащего врача основной и основополагающей задачей является получение положительных результатов по запланированному лечению. Соответственно, врач назначает соответствующее лечение, запланированных результатов нет, необходимо принять меры. Ну и вот, и как заключение, вот уже второй год идут у нас судебные заседания, следующее судебное заседание назначено на 12 июля, и я на прошедшем судебное заседание 11 июля попросил привлечь в качестве третьего лица не заявляющихся самостоятельных требований на стороне иждивенцев, детей прокуратуру, так как я прекрасно понимаю, что уже имея определенный судебный опыт, я более 12 лет веду судебную практику, что суд в целях того, чтобы не дискредитировать и не скомпрементировать авторитет министра своего здравоохранения может принять абсолютно опровергающий судебный акт, который может отказать удовлетворение моих требований. Вопрос здесь стоит даже не столько удовлетворение моих требований, сколько, я не сказал основного цели, какую я веду вообще вся эта переписка, вся эта документация получением сведений. Мою целью является это спасти хотя бы какие-то жизни. Почему? Я начал разговор о том, что у меня получилось добиться того, что гражданина Стрельца АБ вызвали в качестве специалиста на судебное заседание, где ему был задан вопрос, проводили вы данный анализ, он ответил, да. Почему у вас не получилось поставить верный индекс на область, диагноз? Он ответил, а я не мог его поставить, ну, я уже аккумулирую его очень ответ, потому что там он был долгий, что я и не мог его сделать по той причине, что у меня отсутствует соответствующая и необходимая медицинская реагента, у меня элементарно отсутствует необходимая для таких детальных обзора микроскоп и тому подобное, то есть я не мог его сделать, из-за этого человек пришел. Поверхностный гастрит. И я прекрасно понимаю, что наш разговор с Аленочкой перед смертью, он абсолютно актуален, что эти врачи такой постановкой диагноза, таким лечением отправляют на кладбище рядами людей. И вот моей основной целью является даже не получение какого-то решения суда, а лишение квалификации этих людей и запрета заниматься им дальнейшей медицинской деятельностью. Даже если они на сегодняшний день передо мной действенно покаянятся и станут на колени, это никак не решит вопрос от того, что я прекрасно знаю, что на сегодняшний день еще ряд людей уже ушло на кладбище. Это непростительно. Как у пожарников... Мы лично общались об этом, что перед смертью получается у вас был разговор с Аленой, когда она попросила, что если ты не сможешь спасти меня, примерно так было, помоги спасти других. Вот это и стало моей основной целью. Я уже прекрасно понимал, что я не помогу себе и детям этим судом никак. Но я не раз в публичных статьях и в публичном общении людям писал, что я это делаю для того, что я в дальнейшем хочу всю, имеющуюся у меня документацию, переписку выложить в общий доступ. Для того, чтобы те люди, которые встретили свою жизнь с таким самым несчастьем и трагедией, могли бесплатно воспользоваться такой документацией и хотя бы уже знали механизм, как бороться, что необходимо сделать. Что если человек уже находится в предсмертной стадии, что необходимо открыть эту медицинскую книгу на соответствующей странице, поставить подпись для того, чтобы можно было получать конфиденциальную медицинскую документацию и информацию. Что надо знать, что необходимо обращаться там, допустим, не прямиком в Следственный комитет и в прокуратуру, а в территориальные здравоохранительные органы и Министерство Здравоохранения с конкретно поставленными вопросами. Более того, я немножко отвлекусь, я ставил конкретно поставленные вопросы и те мероприятия, которые необходимо провести Министерству Здравоохранения и соответствующим органам. Ни одно мое заявление по сегодняшний день утепредительно заявляю, в полном объеме не было рассмотрено, а мероприятия выполнены не были. Почему? По одной простой причине, потому что это автоматически дискредитирует авторитет Министерства Здравоохранения, потому что это их подчиненные врачи. То есть здесь абсолютно здравое для меня логическое умозаключение я прихожу к тому, что если они даже понимая мою беду и трагедию подтвердят и согласятся с тем, что допущена реально ошибка в результате, которая не стала человека, и даже понимая то, что и дальше становятся такие трагедии, они не сделают того, потому что это стрельнуть себе в ногу. Я приведу такой пример. Я хочу просто получив это решение суда, я уже прекрасно понимаю, что для того, чтобы бороться с этими людьми, потому что у меня в иском требования заявлены отвечами два юридических лица, это Министерство здравоохранения Республики Крым и ГБУ ЗРК Ленинская центральная районная больница, это не конкретные люди. Даже получив решение суда, я никак не отстраню их от ихней убивательской деятельности. Мне необходимо будет уже просто при наличии по крайней мере положительного решения суда обращаться в соответствующие органы, а я уже провел не один диалог с прокуратурой, с Следственным комитетом о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных людей, а для этого необходимо было два момента. Первый момент это наличие судебно-медицинской экспертизы, которую только провели. Я буквально на прошлой неделе уже был в прокуратуре заместителем Бекера Эрнеса Физиакча, который будет участвовать на этих судебных свидетелей как представитель прокуратуры, и он займется тем, чтобы изучить документацию якобы и принять соответствующие меры по возбуждению уголовного дела. Не хочу говорить о том, что у меня в этом имеются сомнения, потому что этим делом необходимо заниматься принципиально. И необходимо для себя понять, что целью и результатами этой работы это может лишение квалификации возбуждения уголовного дела в отношении конкретных людей. Другой цели и других результатов я не вижу. В противном случае эти люди будут и далее ставить неверные диагнозы и отправлять людей на кладбище. Приносите семьям трагедии. Это безнаказанная преступная деятельность. И моей целью я снова же который раз повторюсь, является это осветить в дальнейшем всю проделанную мою работу, выложить в публичный доступ всю имеющуюся у меня переписку. Мне скрывать абсолютно нечего, чтобы люди могли бесплатно воспользоваться той информацией, которая уже есть, чтобы они были готовы к тем ответам, которые им будут давать, чтобы они знали те препятствия, которые они будут встречаться в этом бюрократической переписке, чтобы они могли воспользоваться той судебной практикой, которую прошел я, для того, чтобы в изначальных первичных исковых требованиях они уже указывали те правовые позиции, которые я указываю по истечению двух лет судебных заседаний. То есть я набрал безумно большую массу и объем имеющихся практики и обобщений судов о результатах рассмотрения аналогичных дел и я абсолютно на сегодняшний 110% уверен в том, что результат может быть только исключительно положительный в мою сторону. Любой другой вариант это будет то, о чем я говорил, что суд таким образом поведет себя, простите, употреблю такой термин «жидко», и дабы не дезискредитировать авторитет Министерства здравоохранения конкретных сотрудников может принять решение не в мою пользу. Но я уже некоторым людям, приближенным к суду, говорил о том, что в случае принятия такого решения я вынужден буду обратиться в высшую квалификационную комиссию судей. Мое ходатайство о введении аудиозаписи судебных заседаний удовлетворено, и я сам записываю на свое личное устройство судебные заседания, так и они ведутся официально, я подам их высшую квалификационную комиссию судей, и я думаю, там комиссия ужаснется, как минимум по той причине, что полтора года судья самоустранялся, самоисключался от суда. То есть приведу пример. Удовлетворялись только ходатайство и заявления ответчиков. Мои не удовлетворялись. Одно, которое было мое удовлетворено, это введение аудиозаписи. Все остальные мои ходатайства были отклонены. То есть даже при такой позиции, не сказать, что суд смотрит черство, суд смотрит однолинейно. И эта позиция, эта линия мне была абсолютно ясна. Я был на нее готов, почему я говорю, что независимо от решения суда, мои действия будут дальше продолжаться. Это возбуждение в привлечении конкретных лиц к ответственности соответствующей. Это я говорил лечащего врача и на то время патологоанатома возбуждение уголовного дела в отношении конкретных лиц, так как у меня на сегодняшний день есть документарное подтверждение того, что допущены грубейшие ошибки, которые повлекли летальные исходы молодого, живого, прекрасного человека, мамочки, которая не успела ребенка в садик даже отвезти. Это жесть. У вас сколько? Двое детей осталось, да? Двое детей. Тогда вот дочери, дочь 2008-го, 13 лет и сыну уже 4 годика. Когда Аленочки не стало, сын был почти 2,5 годика. Он еще не разговаривал, говорил только мама и папа. В общем, у вас конечная цель, скажем так, просто не дать возможности этим людям продолжать дальше губить жизни. Да, это правосудие. Почему я, Сережа, обратился к вам? Это правосудие должно быть социально порицательным. Я уже встретился, как вы сказали, с хейтом в свою сторону. этих людей должны знать в лицо. Они живут здесь, они могут себя отгораживать, выгораживать, оправдывать. я вот что еще хотел сказать. Я понимаю, что вы не захотите, вам не хочется, наверное, говорить об этом, но все-таки на фоне вот этой депрессии, потери любимой жены, матери своих общих детей, что с вашим здоровьем происходило, со здоровьем родственников вообще, то есть, какие были изменения? Думаю, что все-таки это важно. Переживали все, тяжело. Отец на фоне этого получил инсульт, реализовала правую сторону полностью. Я на фоне статического стресса и падения иммунитета тоже приобрел тяжелое заболевание, перенес химиотерапию в 4 месяца. В марте месяце мне разрезали грудь, сделали операцию. Сейчас я уже заканчиваю проходить противооперационную лечению, противорецидивно. Не хочу говорить сейчас там о диагнозах и тому подобное, но после того, как я сдал уже там кучу анализов, было бы ясно, что это не связывало никак с внешним источником, внешним каким-то фактором, это исключительно статический стресс, который очень сильно повлиял на иммунитет. Падение иммунитета дало возможность развиться тем бактериям и заболеваниям, которые имеются в теле. Женя, как справляетесь с тем, что детям, как вы это доносите, как вообще они... Они это не знают. Маму мы каждый вечер. То есть, родителям как вообще напрямую не говорилось? звездочка. Нет, мама, она звездочка. Скажи, видите. На небе машем руку. Но все-таки в дальнейшем, когда они повзрослеют, вы же понимаете, что... Я не собираюсь ни от кого ничего. Тем более, я же говорю, что информацию собираюсь сделать публичной. Дети это читать умеют, будут иметь сын. Я не собираюсь этого скрывать. Я ни в коем случае не допущу, чтобы хотя бы один мой ребенок, мой родственник, ушел к этим самым докторам и становительными пациентами. Я хочу спасти хотя бы несколько жизненных способностей, если эти люди будут заниматься другой деятельностью. А дети вообще уходят в садик, как положено, в школу. Конечно, конечно, конечно. Ну, не задают они вопрос, почему у других детей мамы не стали ангелами, а наша вот... Нет, они знают, что мама звездочка, мы каждый вечер машем на небо, она звездочка у нас. Дочь-то знает, что мама болела, дочери-то уже 11 лет была, мама умерла на руках. Она видела, что папа уезжал. Я слышу там детские голоса, они пришли уже что, люди? Да, вот сюда прибежал, моя козьяка. Ну, ладно, тогда я не буду отвлекать, все-таки дети прибежали. Я тогда... Сереж, да, пойми неправильно, конечно, я детском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok